Продолжение следует... Систем государства, власти, поскольку мы с вами с разных сторон подбираемся к корням, к сути, да, вот мы с вами несколько выпусков уже сделали из этого цикла, который объясняет природу власти, природу желания, вот как каббалисты объясняют распределение ролей в обществе людей, да, и сегодня постараемся мы выяснить, к чему мы пришли, к какому уровню развития сейчас в обществе, да, и как нам дальше, как нам можно предложить, эффективные средства для дальнейшего развития по-настоящему эффективного заложенного замыслетворения в программе Творца, от которой мы очень далеки еще, да. Так вот, мы можем, ну, просто сделать краткий экскурс и представить себе, что нам с вами задано такое, знаете, свойство желания, да, желания единственности Творца, которые нам передаются каждой, каждой душе, каждый кусочек вот этой души Адама Решона, разобщенной, разрозненной, и поэтому все мы, каждый человек, стараются как-то все больше и больше в этом мире, ну, как бы сделать так для себя и систему управления, и участие в ней, чтобы выполнить максимальное количество своих желаний, а учитывая, что все мы эгоисты и все желания у нас разные, то у нас, естественно, эти желания становятся противоречивыми и приводят постоянно к конфликтам. То есть у нас нет ни одного общественного строя, ни одной модели, которую мы могли бы реализовать, в которой мы бы сказали, вот мы пришли к совершенству отношений между людьми. То есть каждый новый уровень развития общества показывает нам все больше противоречия между людьми, все больше сталкивания желаний эгоистических, и вот в этом и проявляется противоречие, что каждая частичка хочет стать единственной властвующей, как бы, то есть это свойство Творца в ней заложено, если мы эгоистически ее применяем и реализуем в обществе, то неизбежно приводим к конфликту всю систему. Но тем не менее, общество развивается даже на базе эгоистической, и вот это вот проявление эгоизма в разных формах, оно приводит к различным смене экономических формаций, как бы, к развитию в целом желания, и что еще важно в этом отметить, как бы, в этой тенденции, в этом развитии, да, что происходит на самом деле с людьми? Происходит вечная и постоянная борьба, ну, вечно здесь условные понятия, именно с того момента, когда люди стали развиваться в обществе, поднялись над первобытным строем. Так вот, борьба за свой суверенитет, за свою власть, за свое какое-то влияние в мире. Тут уже не только каждый человек в отдельности желает, а в целом какое-то сообщество. То есть это, допустим, народ, это, допустим, религиозные конфессии, это, допустим, идеологические сторонники какой-то концепции, да, то есть они требуют для себя и для своей части общества, которое их поддерживает, какой-то возможности влиять. Точно так же, из той же самой, из того же собственного, собственно, свойства единственности Творца, который их обязывает доминировать в обществе. То есть, поскольку это эгоисты объединяются в эгоистической форме, даже в фашистской, даже в самой, ну, искаженной и уродливой, какая бы она ни была, она, как бы, обязывает любое общество требовать влияния, требовать, требовать, как бы, доминирования. И поэтому это тоже фактор роста, то есть такие очаги создаются, сталкиваются их интересы, и на базе противоречивших интересов происходит развитие эгоистического до того уровня, на котором мы сейчас находимся. Что важно отметить для нашего уже общества, да, почему мы, собственно, тут еще слово демократия уже упомянули в нашем названии, что, казалось бы, нас убеждали наши идеологи много лет, что мы пришли к совершенной форме развития человека, да, к демократии, к власти всего народа. Это началось еще когда-то там в Древнем Риме, в Древней Греции попытки были и так далее. Вот, разные формы приобретала эта вот власть народа, и, как бы, вот мы, у нас, казалось бы, уже сейчас в развитой части земли, в западном обществе создана демократия, а может не только в западном, а что и в восточной, и где-то в других частях мира, когда люди реализовали свои, так сказать, свои амбиции, свои потребности, свои вот эти вот, научились соединять противоречивые эгоистические желания. Что мы видим, вот тут тоже, как элемент такой наблюдения, вот в этой системе. Первое, это демократия, когда говорится уже и о правах человека, там, и о разных преимуществах, которые она дает людям, она, как бы, избавляет человека от необходимости проводить какую-то идеологию, то есть, успокаивает тем, что он уже находится на совершенном уровне. Так вот, тут тоже сталкивается интерес, учитывая, что все народы и все идеологии между собой соревнуются, то, как бы, любая де-идеологизированная концепция обрекает себя на умирание. То есть, она перестает влиять. То есть, это значит, что человек, как бы, свое свойство влияния не использует, и общество его не использует. И таким образом, любая часть этого общества, она подвергается деградации и, как бы, разрушению так или иначе, при том, что может быть даже быть очень развитым, им очень материально обеспеченным и так далее. Вот мы с вами постараемся это все сейчас проиллюстрировать именно на объяснении каббалистов. Вот, и давайте посмотрим, к чему мы на самом деле должны прийти. То есть, насколько совершенно является та форма демократическая, которую нам сейчас предлагается в обществе, как совершенная, да, и что нам, собственно, с ней нужно сделать. Давайте почитаем Барсулама, первый отрывок. Человек включает в себя, да, вот этот отрывок. Человек включает в себя рассудочную базу, и благодаря этому преимуществу развивался посредством действий и страданий, дабы обрести религию, политику и мировой суд, пока не превратился в человека цивилизованного. То есть, здесь Барсулама объясняет вообще с точки зрения эволюции и развития человека, что ему эта возможность дана, вот как рассудочная база и преимущество, и вот он создает институты какие-то для развития, да, религию, политику, суд, пока не превращается в цивилизованного человека. Когда же массы открыли глаза, захотев взять судьбу в собственные руки, здесь надо пояснить, что говорится о том, что есть, как всегда, в обществе, как бы инициативные люди, такие, да, которые, как бы, они берут на себя всю, как бы, ответственность и бремя власти, да, так называемые, и пассивные или, как бы, обычные, которые никак не участвуют в этом, и они, как бы, только голосуют или только как-то там поддерживают эту власть. Все равно общество разделяется на две части, да, вот, так что, вот, здесь он говорит о том, что массы открыли глаза, захотев взять судьбу в собственные руки, и для этого, то есть массам это не нравится, когда, как бы, власть принадлежит только части наиболее такой инициативной, активной общества. И вот, казалось бы, теперь эта инициативная, активная часть общества передает массам власть, как бы, народу передает власть. И для этого, вот, этим массам стало необходимо отменить все исправления и законы решительных, как Большуан их называют, религию, мировой суд и политику, ведь все это отвечало духу одних лишь решительных и служило их развитию на собственную пользу. Выходит, что массы должны переустроить мир, иными словами, они похожи на древнего человека, на дарвиновскую обезьяну, ибо не по ним и прокатились те опыты, которые принесли им нынешний уровень развития. Череда развития легла на плечи одних лишь решительных, а не на массы, которые до сих пор представляли невозделанную целину. То есть, что здесь Большуан нам показывает? Язык, может быть, не очень простой, что, как бы, массы видят, что власть принадлежит решительным, и пытаются ее как-то оттянуть на себя, пытаются как-то тоже проявить свое влияние на эту власть. Вот, но, пока оказывается, что именно по решительным прошелся вот этот каток развития, то есть, они уже отточили инструментарий, свое влияние на мир, вот это свойство свое, внутри заложенное эгоистическое желание влиять, и не так-то просто с ними справиться. То есть, вот эта сама демократия превращается таким образом в какой-то фарс. То есть, казалось бы, решительные передают большинству власть демократическим образом, да, а самого влияния, возможности влияния не дают. И мы это прекрасно видим с вами на примерах в нашем мире, когда настолько сейчас отточены инструменты манипулирования общественным мнением, выборами, влиянием, разными там, ну, всеми средствами в прессе и так далее, что какими бы ни были совершенными вроде бы законы демократии, казалось бы, все имеют равные права. Но, тем не менее, вот эта решительная, активная часть общества, здесь вот Большой Лам, он не так, как привычный для нас, какой-то классовый подход применит, он всегда говорит, что это наиболее активная, решительная часть общества, она как бы берет на себя инициативу. Она всегда будет манипулировать общественным сознанием и используя всех остальных своих интересов. Поэтому у людей нет возможности даже в демократическом обществе каким-то образом влиять на ситуацию реально. И вот дальше он пишет Большой Лам, что потому пребывает мир сегодня в состоянии полного развала, весьма примитивного в государственном смысле, как во времена пещерного человека, если не прокатились по ним те опыты и действия, которые подвели решительных к принятию на себя религии, нравственности и законов мирового суда. Таким образом, если позволить современному миру развиваться естественным образом, то ему обязательно потребуется процесс всех тех страданий и разрушений, которые прошел примитивный человек, пока это не заставит массы принять стабильное и эффективное государственное законодательство. О чем здесь говорит Большой Лам? Что если мы с вами не научимся правильно влиять на мир, каждый из нас, не только решительные, не только носители власти, а каждый человек в мире, то мир обречен на страдания и разрушения. На страшные страдания и разрушения. То есть вот эта закономерность, вот эта связь, она является определяющей. То есть сейчас для нас важно, чтобы развивалось сознание человека, даже маленького, казалось бы, человека рядового, который где-то там находится, не в самом большом городе и большом государстве, и, казалось бы, не влияет никак на общественный процесс. Нет. Вот как раз каббалисты говорят, что или мы с вами должны развить себя и, соответственно, навязать обществу, как бы, в том числе решительным, нравственные понятия и законы, то есть потребовать реализации каких-то правильных основ в обществе, или мир будет подвергаться огромным страданиям и разрушениям. Как это сделать? Обычно, вы знаете, люди как говорят, ну а что я могу сделать? Я живу тихо, я ничего не нарушаю, я себе там выполняю, плачу налоги, служу в армии, знаете, там воспитываю детей и вроде бы ничего никому, так сказать, не ношу никакого вреда. Нет, недостаточно этого. Обречены будем на огромные страдания, если не будем влиять на мир. Поэтому нам, Бальсулам, напоминает, что у нас вот именно в программе в развитии, в замыслитворении, заложено, реализовать желание влиять. Вот как бы на иврите это называется ляшпия. Что такое ляшпия? Это значит включить свойства отдачи, влияния от Творца на каждую душу. То есть включить все души в процесс развития. И любой режим, который у нас есть сейчас в мире и был, он нам эти условия не дает. Он нас, как бы, большинство людей отталкивает от этого процесса, превращает их, просто манипулируя их сознанием, превращая их в формальных исполнителей каких-то демократических процедур. Выборов, там, каких-нибудь референдумов, опросов или просто поведения какого-то толерантного, как говорят, да, то есть такого терпимого ко всему, вот, и не требующего никаких изменений. От нас требуют диалогизации, то есть, как бы, чтобы мы были, никакие диалоги, никакие модели новые не применяли, а просто, так сказать, вот, находились у кормушки и выполняли те правила и законы, которые нам вот эти вот активные, решительные люди предложили в виде законов, которые существуют сегодня. Так вот, мы с вами уже хорошо понимаем минусы и недостатки. Более того, многие из нас ощущают на себе явно совершенно ухудшение состояния своего, да, то есть, если мы, я вот очень четко это понимаю, что еще, ну, вот даже, ну, 20-30 лет назад более активно, как бы, пытаясь влиять на мир, участвовали в каких-то процессах, там, соркновения идеологии, каких-то, отстаивания каких-то принципов, каких-то интересов общества, то сейчас в основном люди деполитизированы, деидеологизированы, нейтрализованы со всеми их амбициями, и их, как бы, отталкивают к потребительству, к каким-то простым формам существования, и даже если к ульсерной работе, ну, просто тихо выполнять эту работу. Так вот, этого недостаточно, от нас требует творец, как бы, и закон развития, активного включения в общественную жизнь. Что же нам каббалисты предлагают? Так вот, еще продолжаем, тут Михаил Айтман нам объясняет. До тех пор, пока мы находимся под влиянием внутреннего эгоизма, без уравновешивающего эльтруистической природы, демократии быть не может. Демократия это то, что строится на противоположности, на противовесии, на уравновешивании двух сил. Положительное и отрицательное. Эгоизма и сила отдачи любви. Мы должны приподняться над собой, наше следующее состояние, из которого можно увидеть, как к этому прийти. И когда это происходит, люди объединяются между собой, вопреки разногласиям, в единое целое, уничтожая свой эгоизм, ради того, чтобы прийти к обществу, к общему сердцу и общему разуму. Это особое внутреннее напряжение и практика. И исходя из состояния единства, лишь дополняя друг друга, мы начинаем приходить к общему мнению, которое ощущается из общего объединения. Именно в таком виде должна проявляться система управления государством и народом. Вот видите, то есть о чем здесь вот это важно нам подчеркнуть? Что мы находимся пока под влиянием эгоизма, без уравновешивающей электроистической силы природы. Значит, соответственно, не может быть никакой демократии. То есть демократия строится только на том, что мы уравновешиваем эгоизм свойствами любви и отдачи. То есть как бы мы тогда по полной мере как бы реализуем принцип демократический, что мы влияем свойствами любви и отдачи на наши эгоистические свойства, компенсируем, покрываем их, и тогда уравновешиваем в обществе вот эти противоречия и проблемы, и находим инструмент развития этого общества, развития человека, полного развития человека, и проведения общества к совершенству. Далее, как же возможно все-таки демократия, да? Если мы, взяв за основу высший принцип отдачи и любви, который находится выше природы, выше народа, обязуемся его четко выполнять и реализовывать, то есть демократия практически это исправленное человечество, стоящее перед высшим принципом, перед Творцом. Без Творца демократия быть не может. Вот видите тут, казалось бы, мы все равны, а без Творца мы не можем быть равными на самом деле, да? Потому что мы не равны в эгоизме, мы можем равными быть только в свойстве отдачи перед Творцом. Вот в чем проблема. Так вот, без Творца демократия быть не может, потому что это высший принцип, а ее реализация, это и есть наука Каббала, объясняющая, как это сделать. То есть у нас с вами есть инструмент, как нам реализовать это, прийти к такому совершенному состоянию. Только тогда получается справедливое общество, в котором, как пишет Бальшулам в статье «Последнее поколение», все абсолютно равны, все дополняют друг друга, все вместе образуют одно единое целое, и внутри них проявляется высшая сила Творец, который вместе с ними образует состояние, называемое «последнее поколение» и «правильное общество». Но тут можно долго говорить о том, что это за «последнее поколение», что это за «правильное общество». Я бы здесь, мы еще можем к этому вернуться, и если у вас будет интерес, задавайте вопросы, мы как бы их развернем в какое-то объяснение такое более подробное. Самое главное здесь что? Что если в основе мы, как бы нам не казалось это фантастическим, и каким-то несбыточным, несбыточным, но если мы в основе общества подставим главные принципы любви, отдачи и свойства Творца в наших отношениях, то это меняет сразу всю картину, весь подход к развитию всего общества. То есть вместо всяких материальных задач, вместо всяких желаний доминировать, вместо того, чтобы у всех что-то отобрать, и где-то над чем-то властвовать, и так далее, и делить какие-то рынки постоянно, взборавшись за какие-то, значит, всякие преференции там, и какие-то преимущества, и так далее. То есть мы должны найти модель взаимодействия всего общества как единого целого, и каждой его собственной части как наиболее эффективно влияющий на развитие всего мира, и дополняющий его. И тогда мы приходим к картине, когда каждый становится очень важным, каждый человек, каждый народ, каждая какая-то религиозная конфессия, каждая идеологическая какая-то установка. Никто не говорит о том, что все должны быть одинаковыми, наоборот. Каждый проявляет всю свою индивидуальность, и все народы, и все, так сказать, формы социальные, которые формируются сейчас в мире, но они все становятся дополняющими друг друга, если над ними мы раскрываем свойства Творца и применяем эти свойства Творца. Вот в чем проблема. Поэтому не путать ни в коем случае с каким-то, знаете, таким унификацией всех и вся и выравниванием под одну гребенку. Нет. Каждый должен раскрыть свою индивидуальность, и свои задачи, и свои какие-то желания, и потребности, и все, но над этим должно быть только свойство Творца. При этом надо еще важно, что иметь в виду, что носителями, как бы тогда, выражение власти этой становится люди наиболее раздедуховно, то есть, которые могут это чувствовать и объяснять, которые могут это реализовывать, и уже не в интересах себя, поскольку они в своем развитии уже так пришли к такому уровню, когда у них желание общего становится выше, чем желание собственное. И тогда они не станут ни заниматься коррупцией, ни отбирать у других власть, и как-то там угнетать кого-то там, и так далее. Наоборот, будут в принципе развивать вот этого ближнего, любви к ближнему, и отношения по свойствам Творца, по отношению ко всему миру. Это тоже кажется на сегодня неизбыточной мечтой, но каббалисты это утверждают, что в этом именно замысел творения мы к этому должны прийти. То есть, мы должны понимать, совершенная модель вот такая, и как к ней приближаться из нынешнего состояния. Как нам из нынешнего состояния к ней приближаться, это не мечтать, может быть, пока о полной реализации, ну, буквально вот сейчас, этой совершенной модели, это к этому нужно еще прийти, но нужно развивать себя. То есть, каждый человек должен чувствовать, что от него зависит все, весь мир. Он должен развивать внутреннее себя, он должен чувствовать замысел творения, какие желания Творца, как они правильно реализуются в мире, какие противоречия, корни этих противоречий существуют в обществе, как правильно над ними подняться, невозможно их устранить, ни физически, никак, невозможно не уничтожать народы, ни какие-то идеологии, ни с кем бороться, нужно просто над всеми различиями строить свойства любви и отдачи. Вот это единственный возможный выход, который предусмотрен программой и замыслом творения, и который мы должны реализовать. И мы тогда обнаруживаем, что сейчас уже не откладывая в долгий ящик какие-то там политические задачи, мечты наши о справедливом обществе, где бы мы с вами ни находились, в какой стране и в каких условиях, мы можем влиять на мир только тем, что начинаем сами развивать себя и влиять на весь мир, на все души. Поэтому от нас требуется стать активными участниками процесса управления. И нам Каббала дает такие возможности, а мы с вами уже общаемся тесно и плотно и можем в этом друг другу помочь. Поэтому если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Интерес к этой теме, если есть, будем ее развивать. Как нам усилить, увеличить благотворное влияние на мир и почувствовать, что Творец хочет именно сейчас от нас и правильно именно это сейчас реализовывать, то, что требуется каждому человеку на его месте, где он находится, в том обществе, в том окружении, но с условием, что он сам развивается и осознанно применяет законы природы к вот этому процессу развития. То есть он остается влияющим на мир, он становится как бы по-настоящему, как мы говорим, работником Творца, то есть активным элементом системы управления, которая от высшего мира воздействует на развитие человека. В итоге мы должны прийти к тому, что все будут развиваться, невозможно быть просто пассивными элементами в обществе, не понимая их законов развития и участия каждого. Вот, поэтому есть чем заняться, пожелаем нам в этом успехов, всего доброго, до следующих наших встреч.